Добрый день, дорогие друзья! Начинаем закрытую лекцию на тему женщины в современной армии. Итак, что же такое женщина? Некоторые военные аналитики относят женщин к новейшему психотропному оружию третьего тысячелетия. Многолетние испытания показали, что отбегающей голой женщины в состоянии деморализовать любого противника полностью разрушив его психику. Военнослужащие, подвергшись женской атаке, начинают вести себя неадекватно. Сплошь и рядом теряют свое мужское достоинство, старых корешей. Совершенно убийственного внешнего вида, каждая женщина обладает направленным взрывом капризов огромной опустошающей силы. После ее атаки, начисто уничтожаются все денежные знаки в карманах и плохо защищенных заначках. Извините. Современная женщина состоит из лицевой части, ходовой части, башни. Отказника и фюзеляжа. Общеизвестно, что во время Великой Отечественной войны немцев неоднократно пугал войн наших Катюш. Но далеко не все знают, что не всегда это были реактивные минометы, друзья мои. Извините. В боевых условиях женщина активно пользуется камуфляжной раскраской. Две яркие полоски на губах, обычно красные, синеватые веки, обычно синие, перламутровые красных тень. Все это говорит о том, что женщина находится в полной боевой готовности. На консервации окраска смывается, а волосы наматываются на продолговатые гильзы длиной 5-6 сантиметров примерно. В мирное время женщины без чехлов проводятся по главной площади населенного пункта под браворную музыку, друзья мои. Нельзя. Ни в коем случае наводить даже холостую женщину на людей, животных и жилые объекты. Наиболее взрывоопасные женщины складируются в специальных общежитиях по 4 боекомплекта в комнате. Женщину, взведенную на боевой режим, необходимо переместить в отдельное складское помещение в избежание детонации других женщин. Для приведения ее в боевую готовность, необходима ее дозаправка конфетами, икрой, а также жидким, но сухим топливом. Жидким, безусловно, но сухим. Извините, пожалуйста. Добрый день. На развертывание американцами системы противоракетной обороны Россия Пригрозило вывести на околоземную орбиту женщин цыганской национальности, которые будут ловить все, что плохо летит, а также воровать лошадиные силы и космических аппаратов. Следственнее всего, их астронавты будут вынуждены добираться к себе с США автостопом, а их шаттлы будут продаваться у нас на черкесовском рынке. За увешение хочу заметить, что отрадно наблюдать, как все больше женщин призывного возраста предпочитают нелегкие армейские будни, альтернативную службу по брачному контракту. Спасибо за внимание.